Сегодня мы с вами будем говорить про уникальные программы повышения квалификации в Северной Америке, в США и в Канаде. Первый блог буду вам рассказывать я про сертификатные программы в США. И после этого будет у нас ответ на вопрос именно по Соединенным Штатам. И во второй части нашей сегодняшней трансляции мы поговорим про Канаду. Расскажет вам это моя коллега Ирина. В рамках презентации, когда я буду рассказывать, меня будет не видно, и, соответственно, я не буду видеть ваших вопросов. Поэтому вы можете их писать свободно в чат, и уже после того, как я закончу вам рассказывать основную информацию, уже буду рада ответить на ваши вопросы. Так, раз звук у нас работает хорошо, давайте мы перейдем к основной части нашей программы. И начнем мы с того, как же повысить квалификацию, получить практические навыки и даже поработать в Соединенных Штатах. Так. И приступим. Начну, как обычно, с того, кто мы такие и чем мы занимаемся. Мы Бюро Международных Образовательных Программ «Прямой разговор». Работаем мы уже 28 лет в этом году. И мы занимаемся тем, что оказываем вам полное сопровождение. То есть мы с вами на этапе, когда вы только определяетесь, куда вам поехать, мы вам помогаем с тем, чтобы рассказом, какие есть варианты, опции от возможностей программ, специализации до каких-то миграционных визовых вопросов. Помогаем с проживанием, как на кампусе, так и вне его. Оказываем визовое сопровождение. Работаем мы напрямую по ценам учебных заведений. То есть вы оплачиваете все свое обучение именно напрямую в вузу, школе, либо колледжу. Работаем мы на всех этапах образования, от языковых курсов до докторских степеней. Индивидуальный подход. Опять же, мы с вами разрабатываем стратегию обучения, которая подходит именно для вас. И поэтому нас рекомендует возвращаться к нам снова. Итак, сегодня мы с вами говорим про программы повышения квалификации или еще их называют переквалификации при университетах. Это сертификатные и дипломные программы. Про них не так многие знают у нас. То есть у нас традиционное представление, что есть бакалавр, есть магистратура, специалитет. У нас многие воспринимают, что сертификат – это как какая-то такая бумажка, которая не несет в себе никакой силы для дальнейшей работы либо учебы. Именно в странах Северной Америки, в США и в Канаде эта ситуация в корне отличается. Про это мы сейчас поговорим, в чем же принципиальная разница между такими программами и традиционной магистратурой. Основное, как бы основное отличительное звено – это более короткий срок обучения. То есть, как правило, не каждый хочет еще после, отучившись 3-4-5 лет в университете на бакалавр или специалиста, идти еще дальше, например, на 2 года учиться. Меньшая стоимость, опять же, из-за набора модулей, такого более сжатого и направлено, все это на решение практических задач. То есть, эти программы, они разработаны именно для того, чтобы улучшить ваши профессиональные навыки в конкретной области, либо чтобы вы могли переквалифицироваться. То есть, если, например, у вас гуманитарное образование, вы хотите пойти в бизнес, то есть, то в большинстве вузов на программу магистратуры по бизнесу вас не возьмут из-за неподходящего бэкграуна. Но на такие сертификатные программы вы вполне можете претендовать. Выбор специальностей, он огромен, ограничивается только каждым конкретным учебным заведением. То есть, это чаще всего бизнес-факультеты, то есть, менеджмент, финансы, логистика, бухгалтерское дело, дело права, маркетинг. Очень много в зависимости от территориального расположения. Это и гостиничное дело, это и все, что связано с индустрией развлечения, кино, фотография и так далее. Мы поговорим сейчас про специальности программы подробнее чуть дальше. И на слайде вы можете видеть такую сравнительную табличку, чем же сертификатные программы иногда лучше, нежели магистрские. Здесь мы говорим именно про США. То есть, как правило, на магистрские программы в Соединенных Штатах необходимо подать заявки за год. Если это топовые университеты, сертификатные программы предлагаются именно на базе топовых вузов. Как вы видите, минимальный срок на сертификатные – это два месяца. Обуславливается это тем, что визовые вопросы у нас сейчас требуют получения визы больше времени. По поступлению тоже не требуется никаких дополнительных экзаменов типа GRE либо GMAT. Достаточно вашего проходного английского языка TOEFL либо IELTS. И ваши, соответственно, оценки, текущий балл, чтобы вы не были совсем уж троечником. Нет листов ожидания. То есть, нет квот, нет конкурса на место. То есть, если вы подходите по вступительным требованиям, то вас зачисляют. Что больше всего интересно, особенно в условиях сейчас, когда все равно американский доллар достаточно высок по сравнению с другими валютами англоговорящих стран, на сертификатных программах стоимость для местных и иностранных студентов, она одинаковая. И она значительно дешевле, нежели чем на магистратуре. Важно еще отметить, что основное направление получения второго высшего, наверное, образования, это помимо каких-то академических углубленных знаний, это желание сразу выйти работать, а для этого необходимо так называемый нетворкинг, познакомиться с нужными людьми. И вот именно на сертификатные программы приходят люди, которые уже работают. Этим же и обуславливается то, что занятия, как правило, они идут в вечернее время и по выходным дням, потому что местные студенты, которые проживают, например, в США, они могут только в вечернее время заниматься. Ну и на выходе, по сути, вы получаете такой же лист, где написано, также стоит название того же учебного заведения, что и было бы у вас в магистратуре. Просто у вас стоит, что не научная степень, мастерс, а что это именно либо сертификат, либо диплома. И также прилагаются транскрипты с описанием тех предметов, которые вы прошли. То есть в этом, в одном слове, грубо говоря, основная разница будет на вашем документе об окончании. Сегодня мы поговорим про три самых популярных штата для наших студентов. Это Калифорния, Нью-Йорк и Массачусетс. Безусловно, при многих других университетах в других штатах возможны эти подобные сертификатные программы. В той же Калифорнии, при университете в Калифорнии, либо Калифорния State University, очень много различных программ действует. Мы поговорим о наиболее интересных, куда уже уезжали многие наши студенты, где мы точно знаем, как это ведется преподавание, какой процесс поступления. И начнем мы с самой популярной опции. Это UCLA. Для тех, кто не знает, этот вуз входит ежегодно в рейтинге топ-30 лучших вузов мира. Это наиболее экономичный вариант по обучению, потому что мы с вами помним, что программы стоят одинаково, как для местных, так и для иностранцев. То есть здесь в среднем программа будет стоить порядка 8 тысяч американских долларов за 9 месяцев. То есть если мы сравним с магистратурой, эта сумма, наверное, будет в 3 раза больше, может быть даже еще выше. Начало занятий 4 раза в год, то есть в каждый сезон. Средняя длительность программ от 6 до 12 месяцев. Важно помнить, что в Соединенных Штатах вы должны отучиться не менее 9 месяцев для того, чтобы получить право остаться работать после обучения, как вы видите на последней строчке. Это право дается так называемой OPT, Optional Practical Training, на 1 год, 12 месяцев. То есть это такая открытая рабочая виза по вашей специальности на территории США. В ряде программ предлагаются стажировки, то есть то, что ВУЗ вам помогает найти работодателя, где вы проходите какое-то практическое, находите практическое применение вашим знаниям. Чаще в рамках обучения эти стажировки не оплачиваются, но вы получаете более важную на выходе эту рекомендацию. И чаще всего ребята, которые проходили стажировки, они после и оставались на вот этот год работы у того же работодателя, если хорошо себя зарекомендовали. В UCLA предлагается свыше 50 программ на уровне сертификатных. Здесь мы привели, не стали перечитать все, а здесь именно приведены те, в рамках которых можно брать стажировку, и то есть она входит, да, то есть можно получить рабочий опыт уже, учащаясь на программе. То есть вы можете видеть, это совершенно разные области. Здесь есть и право, и искусство, и маркетинг, и бизнес. То есть совершенно на любой вкус. У нас одна из самых популярных программ – это кинематография. Почему-то большинство выбирает, наверное, из-за того, что Лос-Анджелес и Голливуд рядом. Про UCLA важно помнить, что, несмотря на то, что обучение достаточно низкое для Соединенных Штатов, стоимость проживания, она достаточно высока, и для того, чтобы вам получить форму, необходимую для визы, вы должны продемонстрировать, что у вас на счету, либо на счету у ваших родителей, есть сумма не менее 26 тысяч долларов на год, потому что проживать в Лос-Анджелесе всегда стоит порядка там полутора-двух тысяч долларов в месяц, и зависит, естественно, от того, где вы будете жить. Как правило, на такие сертификатные программы ВУЗ не предлагает проживание на кампусе, то есть чаще всего вы можете жить в принимающих семьях, либо, соответственно, искать уже жилье самостоятельно. Следующий прекрасный у нас университет, находится он тоже в Калифорнии, только уже в городе Ирвайн, то есть он находится уже на побережье, он, естественно, более спокойный, в отличие от Лос-Анджелеса. Здесь особенность в том, что программы длятся только три месяца, для того же, чтобы выполнить вот это вот право, и остаться, получить рабочую визу по окончании, вы можете, например, взять две программы по три месяца и еще трехмесячную стажировку, то есть вы за нее тоже платите, но вам ее находит. Тем самым вы выполняете требования девяти месяцев, потому что суммарно у вас так получается, и по окончании вы также имеете право податься на Optional Practical Trading. Здесь этот ВУЗ и эти сертификатные программы, они интересны тем, что, опять же, из-за территориального местоположения у них есть то, что связано с отельным менеджментом, очень развитое, очень легко найти стажировки можно, много программ по бизнесу, и есть преподавание английского, как иностранного. Соответственно, вы можете любые эти сертификаты комбинировать, то есть, грубо говоря, взять там по инновационному менеджменту предпринимательству и отельный менеджмент, и потом стажироваться и, собственно, работать в этой области. Третий наш колледж, который находится в Нью-Йорке. Естественно, большинство наших студентов, говоря о, наверное, Соединенных Штатах, хотят поехать в Нью-Йорк. Тут также, как и в Лос-Анджелесе, следует помнить, что, несмотря на невысокую стоимость обучения, особенно для таких именитых университетов, проживать стоит очень дорого. Колледж находится, несмотря на название, это университет, да, мы с вами понимаем. Находится на Манхэттене, проживать на Манхэттене, снимать квартиру – это безумно дорого. Чаще всего вы будете проживать где-то в пригороде, где Манхэттена, поэтому, опять же, нужно закладывать деньги на проживание и так далее. То есть, тоже в среднем вам обойдется год пребывания, 9 месяцев на данной программе, порядка где-то 26-30 тысяч американских долларов. Барух интересен тем, что у них сразу идет программа ровно 9 месяцев, то есть, сразу для тех, кто хочет получить ЛПТ, не предлагается стажировки в рамках программы, то есть, они не входят, это не является обязательным модулем. Начинается 3 раза в год, и у них только бизнес-направление, за исключением веб-дизайна, если брать. Соответственно, очень популярна программа логистики, International Trade. Здесь, на слайде, на примере программы по сертификатной, по менеджменту, вы можете видеть, да, что проходят студенты, то есть, достаточно интенсивно. Каждые 3 месяца проходится по 5 предметов, и примерно вы можете представить, да, то есть, для понимания то, что вы будете изучать на той или иной программе. Дальше мы переходим к еще одному штату, который считается штатом образования, да, самые университеты топовые, которые на слуху, Гарвард, MIT, Boston University, Northeastern University, они все находятся в штате Массачусетс. Данный конкретный университет находится в городе Бостон, и здесь сертификатные программы предлагает именно бизнес-школа. Бизнес-школа по множественным рейтингам и Financial Times, и Economist входит в топовые, то есть, там, в топ-50 мира. Здесь также начало занятий 3 раза в год, то есть, вы можете выбрать, сколько вам интересно. Длительность программы здесь 4 или 8 месяцев. Ну, несмотря на то, что 8 месяцев – это конкретно обучение, да, там, из-за каникулы все равно получается период 9 месяцев, необходимый для OPT, и, соответственно, вы можете взять вот эту рабочую визу после. Что очень интересно в рамках вот этих сертификатных программ, если в большинстве других вузов, там, про которые мы поговорили, про UCLA, про Барух. Эти сертификатные программы не дают вам никакого преимущества, если вы захотите продолжить свое обучение уже непосредственно в университете, да, потому что мы с вами понимаем, что в такие топовые вузы поступить сразу напрямую на академические программы достаточно сложно. Как мы с вами видели это и заранее, нужно делать дополнительные тесты, высокие и средние баллы и конкурс на место. То же самое касается и Northeastern University, но здесь вы можете перейти, то есть трансферировать на некоторые магистрские программы в рамках бизнес-школы. И если вдруг вы решите это, видимо, озадачиться, важно помнить, что у пяти вы можете взять несколько раз за свою жизнь в Америке академическую. Главное, чтобы у вас был прогресс в обучении. То есть вы, например, закончили, как вы можете видеть, сертификатную программу, взяли у пяти, закончили свое обучение, пошли работать. Вы можете между сертификатной программой и магистратурой взять у пяти и после еще раз. То есть вы повышаете свой академический уровень. Соответственно, после каждого законченного уровня вы можете брать вот эту программу и работать по полученной специальности. Соответственно, таким образом можно растянуть пребывание в США и получить больше навыков, больше практического опыта. Из-за того, что данный университет и бизнес-школа очень востребованы и дают возможность дальнейшим перехода на некоторые магистрские программы, они на входе уже требуют, в отличие от других вузов, чтобы у вас был какой-то опыт работы в зависимости от программы, естественно. Но тут можете по схеме видно, где сколько требуется. То есть если, например, в Барух на логистику ничего не требовалось, то здесь вы можете видеть, что требуется три года опыта работы. И говоря о магистратуре, есть гарантированный трансфер, то есть вы переходите автоматически, если захотите, на ряд магистратуры, которые представлены в первом столбце. Если ваш средний балл выше 3.0 из 4, то есть достаточно хороший. Либо же, если вы планируете пройти программу MBA после, потому что на нее достаточно сложно поступить, вам нужно будет в любом случае сдать экзамены, но в рамках одной из сертификатных программ вы можете, соответственно, и подготовиться, находясь на территории США уже к этим экзаменам более эффективно. Теперь, говоря о том, как же поступить на такие программы и зачем на них поступать, в первую очередь, естественно, всех привлекает то, что это не академические программы, да, то есть вы в лекции, все занятия, занятия в группах, они именно идут на какие-то реальные дела, случаи, в зависимости от того, в какой вы области специализируетесь, то есть вы получаете адаптированные практические знания, то есть вас готовят именно для того, чтобы вы сразу начали работать, чтобы вас потом работодателю не пришлось переучивать. Ну, естественно, то, что есть возможность остаться, да, что еще привлекает наших студентов. Не нужно писать никаких дипломных работ в конце. Для поступления вы можете видеть, что список небольшой, в отличие от той же магистратуры. Кто-то требует, например, как UCLA, да, это просто диплом либо выписку оценок, если вы еще учитесь, и результаты теста. Кто-то может попросить, как Норд-Ист, да, там посмотреть ваше CV, ваше мотивационное письмо либо рекомендательные письма с места работы. Самое важное и во всех вузах, про которые мы поговорили, при поступлении, это, естественно, ваше владение английским языком. Сдавать можно и то, и то. Очень важно, чтобы уже был заранее проходной балл. Например, тот же UCLA. Если у вас нет сданного TOEFL либо IELTS на проходной балл, они не будут принимать вашу заявку на сертификатную программу. Они вам скажут, идите на английский язык, и потом уже при получении сертификата подавайте заявку на программу. Потому что мы с вами помним, что квот нет. Берут тех, кто проходит по основным требованиям. Соответственно, это и есть ваш основной документ того, что вы владеете языком. Можете уже с первого дня приступить к обучению. Поэтому сдавайте английский язык, и уже из этого будет понятно, можете ли вы сразу поступать, либо вам нужно еще взять курс английского языка. Про проживание. Соответственно, как я говорила, в большинстве своем это проживание вне кампуса, то есть предлагают либо размещение в семьях, либо, соответственно, вам рекомендуют, где лучше поселиться, но это не имеет отношения к университету. После этого получения визы, многие у нас спрашивают, интересуются, насколько легко дают визы на такие программы. Тут, в принципе, не очень уместное слово легко в плане американских виз, но при этом до всей ситуации с депмиссией США давали прекрасно на эти программы, потому что на личном собеседовании в большинстве своем визовые офицеры – это американцы, и они, естественно, прекрасно знают эти вузы, потому что это именитые университеты, и в глазах большинства визовых офицеров, если вы смогли поступить в такой топовый прекрасный университет, они вас оценили, значит, вы как бы заслуживаете того, чтобы поехать в Соединенные Штаты учиться. Вот поэтому тут достаточно все просто объясняется, и зачем вам эта программа из-за ее практической направленности, и, в принципе, то, что это прекрасные вузы, уже говорит о том, что вы туда не едете просто раствориться в стране. Моя часть рассказа, наверное, подошла к концу. Я сейчас переключусь на... Посмотрю, если были какие-то вопросы. Если они есть, вы можете их писать в чат. Сейчас, одну секунду, у меня тут прогрузится наш чат. Еще раз напомню вам, что принимают заявки, как правило, 3-4 раза в год. Поэтому, если вдруг на какой-то интейк вы не успеваете, вы можете перенести на следующий. Сейчас из-за того, что запись в посольстве в США, она идет очень сильно заблаговременно, то есть там за месяц-полтора, то есть начинать следует заранее. Поэтому, если вы озаботились, то попробуйте сдать английский язык, либо пройти тестовый. Помню, что АЛС мы сдаем академик, который академический, не общий. И, исходя из этого, из ваших результатов, уже можно разрабатывать стратегию того, как вам, собственно, поступить на подобные программы. Екатерина нас спрашивает Канада. Да, да, Екатерина, Канада будет сейчас сразу после меня. Вы можете что-нибудь рассказать по поводу OPT STEM Extension. Смотрите, для STEM-программы, то есть программы у нас технической направленности, Science, Technology, Engineering, Math, на эти программы, в отличие от всех остальных, дается до 3 лет открытая рабочая виза. Соответственно, если вы заканчиваете сертификатные программы по инжинирингу, либо там любого другого направления, там математики, биологии и так далее, то вы можете остаться до 3 лет работать по специальности на территории США. Но тут важно помнить, что это такие более фундаментальные знания наука, и они, как правило, на уровне Extensions не преподаются. То есть это идет либо на уровне бакалавра, либо на уровне магистратуры. Потому что если что-то из области IT, либо типа программирования, после этого еще можно получить, если вы будете именно работать в технической части. Но чаще всего программы на уровне сертификатов и дипломов, они предлагаются не того направления, то есть технического, где нужны узкие специалисты, где важен ваш бэкграунд. Это немножко разные направления, поэтому в вашем случае, если вы планируете заниматься инженерным делом, либо что-то в этом роде, то лучше рассматривать магистратуру. Надеюсь, ответила на ваш вопрос. Если есть еще вопросы, буду рада вам ответить. Еще раз напоминаю, что программ их великое множество. Есть разные опции. Очень много университетов. В одних Соединенных Штатах свыше 4000 учебных заведений. Поэтому выбор он огромный. Если у вас есть какой-то вопрос, запрос, который такой более узкий, либо вам нужна детальная консультация, либо вы хотите ознакомиться с набором предметов, модулей, либо кто преподает в рамках той или иной сертификатной программы, то будем рады предоставить вам консультацию. Вы можете писать нам и во всех соцсетях, и на электронный адрес, либо звонить на горячую линию. В Москве и Санкт-Петербурге мы находимся. Поэтому будем рады вам ответить и помочь.